СОУС ИРУНА. ПОИШЬ НОРМАЛЬНО. Каждый день отовсюду мы слышим о том, что завтра начнётся война. Для начала хотим напомнить, что война России против Украины идёт уже восьмой год. Во-вторых, судя по последним посылам, если открытое вторжение и произойдёт, то это будет неизбежный крах для самой России, а в худшем случае всего человечества. Я надеюсь, что до этого не дойдёт. Надеюсь, что чувство здравого смысла будет преобладать. О здравых смыслах и кто на что способен разбиралась гражданская оборона. Приказ министра обороны Шойгу. 6 утра подъём, 7 утра утренний туалет, 8 завтрак, 9.00 нападение на Украину, 13.00 взятие Киева, 18 концерт Газманова, 21.00 салют. Единственное, чего не хватает, это даты, Евгений Петрович. А в остальном, мне кажется, недалеки от истины. Видимо, Скобеева забыла реальный распорядок псковских десантников. А мы напомним. Вот, например, звонок матери в Россию из украинского плена. Алло! Сыночка! Ну что, Олечка, смешно? Может, смешно россиянам, которые поддакивают скобеевской пропаганде? Думайте, чтобы не оказаться на её месте. Тем более, что нынче все маски сброшены, и разобраться в сложившейся ситуации не составляет труда. Начнём с России. Главное требование Кремля – недопуск расширения НАТО на восток. А дальнейшее продвижение НАТО на восток однозначно будет затрагивать коренные интересы нашей безопасности. Россия официально запросила письменный документ о нерасширении НАТО. Особо отмечу, нам нужны именно правовые, юридические гарантии. Президент России на днях даже всплакнул о минувших прекрасных отношениях с Североатлантическим альянсом. У нас была почти идиллическая картина взаимоотношений, особенно в середине 90-х годов. Мы были почти союзниками. И тут же с нескрываемой обидой в голосе произнёс. Зачем потребовалось расширять НАТО к нашим границам? Ну зачем? Вот кто может ответить на этот вопрос? Мы можем ответить на этот вопрос. Потребовалось это потому, что кто-то решил оккупировать территории суверенной страны, тем самым продвигая свой кирзовый сапог в сторону того же НАТО. Не могли допустить, чтобы на крымскую землю, в Севастополь, овеянные боевой славой русских солдат и матросов, в конце концов, а я думаю, достаточно быстро, пришли бы войска НАТО. По-простому, мы аннексировали Крым, чтобы не допустить прихода НАТО. Но кто вам давал право решать за Украину? Что и куда хочет независимая и суверенная Украина? Это дело исключительно Украины. При этом только Украина и 30 стран-союзников НАТО могут решать, когда Украина будет готова присоединиться к НАТО. У России нет права вета, нет права голоса, нет права устанавливать сферу своих интересов, пытаясь контролировать своих соседей. Казалось бы, логические вещи произнес глава НАТО Столтенберг. Но, видимо, логика наука подвластная далеко не всем. Генсек НАТО Столтенберг от имени всего Североатлантического альянса сказал, что Запад считает неприемлемой даже мысль о том, что у России может быть своя сфера влияния и свои интересы. Ведущая пропагандистка в СИЭРФ, как всегда, все перекрутила. Сферы влияния и интересы есть у всех. И у США, и у Евросоюза, и у РФ. Вот только кто-то заманивает качественной жизнью и цивилизованным отношениям. Отныне каждый украинец может спокойно выпить фантастический в Братиславе кофе или посетить Венскую оперу. А кто-то отбирает все, как последний гопник. Кровью, разрушениями и уничтоженными человеческими судьбами. Кроме как с позиции силы Россия ни на что более не способна. Вот только зубки на кремлевских башенках уже трещат, а могут и вовсе обломаться. Как только российская армия пересучет границу Украины, Соединенные Штаты задействуют даже не санкции, а нечто настолько новое и страшное, от применения чего Америка до сих пор воздерживалась. Конгресс США и Джо Байден дали четко понять, что так называемые красные линии Путина их абсолютно не интересуют. Я не приму ничьих красных линий. Да и выглядят эти красные линии достаточно глупо. Вот послушайте. Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время до Москвы будет в 7-10, а в случае размещения гиперзвукового оружия 5 минут. Видимо, Путину не объяснили, что от того же латышского Даугавпилса или эстонского Тарту подлетное время составляет столько же, сколько от Чернигова или Харькова. А Латвия и Эстония – это страны НАТО, и ничто не мешает там размещать ударные комплексы. Но виновата все равно Украина. Киев становится все более и более наглым, я бы сказал, в своей агрессивности по отношению к Российской Федерации. Истинные же цели Кремля озвучил самопровозглашенный. Я буду делать все для того, чтобы Украина стала нашей. Она наша Украина, там народ наш. Да, вашего народа в Украине полно, который сбежал от ваших же репрессий и преследований. И как же господин Лукашенко собирается возвращать белорусов на родину? Я никогда в этой ситуации и при такой политике не буду на стороне Украины. Придет время, когда мы будем спина спиной стоять, спина спине и отстреливаться. Ясно. Силой, значит. Такая же искренняя любовь к своему народу, как и у российской власти. Свободы и хорошей жизни они, видите ли, захотели. Не бывать этому. Мы знаем, что самые страшные кровавые перевороты всегда происходили по причине устремления людей к лучшей жизни. У нас должен развиться иммунитет к любым призывам добиться человеческого счастья. Еще раз. У нас должен развиться иммунитет к любым призывам добиться человеческого счастья. Понятно? Любое желание быть счастливым и стремление к лучшей жизни отныне в России под запретом. Только тотальное послушание и терпение. Хвала нашему лидеру и партийным рабочим. Тебе все должно нравиться. Власть, пенсия, дороги и даже футбол. Вот недавний случай на одном из футбольных шоу, где сборную России вылизывали как могли. Нервы выдержали не у всех. Вы же обманываете народ по большому счету. Вот мы здесь сидим. Что у нас футбол нормальный. Это говно редкое. Понимаете, в чем дело? Евгений Ловчев далеко не белый и пушистый. Но даже ему надоело молчать. Естественно, за подобную свободу слова в России его настигла двухминутка всероссийской ненависти. У Ловчева ямное обострение. Дед, завязывай бухать. Дед Ловчев вообще скотух слетел. Пора на дачу. Смерть предателю. Смерть предателю. Заставляют терпеть и шахтеров, отправляя их на верную смерть. Авария на шахте Листвяжная унесла 51 жизни. Крупнейшая техногенная катастрофа в России за последние 11 лет произошла 25 ноября в Кемеровской области. 46 шахтеров и 5 спасателей погибли в Кузбассе. Одному человеку удалось выбраться на поверхность. Первые его слова, которые он вышел, он сказал, запустили видео, что там люди живые, спасайте их. Ну, наше правительство уже двое суток ничего не делает. Правительство занято геополитическими играми. Им не до российского народа. А вообще данная трагедия – это ужас, который оголил всю российскую систему организации труда. А точнее, взаимоотношения рабовладельцев и их рабов. Там не нравится, рассчитываю, а куда ты еще пойдешь? У всех кредиты, ипотеки. Дети, семьи кушать же как-то охота. Российским плантаторам абсолютно наплевать на шахтеров. Метан в шахтах – нередкое явление. Но когда его концентрация достигает не то, что взрывоопасных показателей, а превышает в несколько раз, это повод для эвакуации. Концентрация газа была постоянно 4-5%. А должна быть сколько? При 1% запрещается езда вообще. Вообще, взрывные работы вообще по технике безопасности. Этот метан, он давно там зашкаливал. Мой муж с Веневым ходил, у него до груди вот здесь был датчик. Он говорит, он пищит, я его водой намочу, чтобы он не пищал. И дальше работали. То есть все прекрасно знали о том, что работать там категорически нельзя. Но людей поставили в такие условия, что отказ был равноселен голодной смерти. Нам сказали, если хотите работать, вы пойдете. Ну так это же опасно или нет? Это опасно. Но зачем вы туда идете? Потому что заработать деньги, чтобы семью прокомментировать, ипотеку заплатить. Это та великая Россия, о которой вещают на Скобеево-Соловьевских шоу. Это та необъятная, которой, по словам Путина, должны гордиться все. Когда это прекратится, да, в нашей стране, наверное, никогда. Где правят коррупции и деньги вот так вот. Наша человеческая жизнь в шахте стоит копейки. А вот совсем не копейки Россия инвестирует в военно-промышленный комплекс. Так на прошлой неделе телеканал «Звезда» похвастался новой российской разработкой. Камень-шпион. Военные разработали новый способ следить за врагом. Это не прикол. Данное творение разрабатывалось в Воронеже в течение трех лет. Данный камень-шпион, мягко говоря, не самый незаметный. Да еще и оказалось, что он очень смахивает на робота из раздела «Детские игрушки» в известном интернет-магазине. Оказалось, что платформу можно купить на китайской торговой площадке Алиэкспресс всего лишь за 7 тысяч рублей. Как это все похоже на Россию? Украсть и вылить за свое творение. Ну, давайте мы подождем, когда американцы истратят деньги на новые технологии, а потом и у них цап-царап. И пока россияне хвастаются малоподвижными камнями, США создают армию дронов-убийц. Вот, например, презентация от «Страту Энерджетик» за 2017 год. И поверьте мне, все эти люди были плохими парнями. Это авиадуар с хирургической точностью, один из вариантов продукта. Помимо прочего, в университетах Европы и США уже созданы нано-роботы, которые спасают человеческие жизни. В тех же университетах уже научились исправлять генетические нарушения на уровне ДНК. А чего стоят космические открытия с помощью Хаббла? И пока цивилизация развивает космический туризм, варвары хвастаются стрельбами по спутникам. Давно выработал свой ресурс и просто находился на орбите. Минобороны сообщило, что он был успешно поражен. Подобным оружием уже давно обладают США, Китай, Индия и Израиль. Американцы еще в 85-м году начали сбивать спутники, поэтому крики типа «Мы впереди планеты всей» рассчитаны исключительно на внутреннего Ивана. Возьмите кулак, сожмите его, расправьте свои плечи, расправьте грудь, вдохните поглубже и скажите «Слава России!» Как видим, в Великой и Духовной ничего не меняется. Она со скрежетом, криком и стуком несется вниз. При этом, хватаясь и цепляясь, пытается прихватить с собой Украину. Россия хочет напасть на Украину. Пассажирам этого «Титаника» стоит помнить, что на всех шлюпок не хватит, и помощь придет нескоро. Возможно, стоит утихомирить рулевого, чтобы попытаться избежать столкновения с айсбергом, поскольку конец будет трагичным в первую очередь для пассажиров третьего класса, коих на этом корабле тотальное большинство. Мы много раз рассказывали и показывали вам кремлевских шутов, которых в России, как бы это помягче сказать, по нелепому стечению обстоятельств называют журналистами. Я вас буду правдой бить! Их основная задача ясна – оболванивать население и нести чушь про недосверхдержаву. Россия – единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. Очевидно и то, что у главных пропагандистов есть начальство, с чего активного согласия эти бредни льются в эфир. Ну и массовочка у вас сегодня. Но если лица про кремлевских лизоблюдов хорошо известны, а гендиректоров и продюсеров рупоров вранья еще можно увидеть на их же каналах, то вот о личности верховного кукловода известно крайне мало. Гражданская оборона решила заполнить этот информационный пробел. Ведь люди должны знать, кто именно дергает за ниточки всех марионеток на Киселев ТВ. Главный идиолог страны. Итак, знакомьтесь, главный архитектор пропаганды и цензуры в СМИ. Со скромной, на первый взгляд, должностью. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ. Зовут его Алексей Громов. Он один из немногих людей, которые имеют право доступа к Путину. Имеют право на прямой контакт с Путиным, на прямое взаимодействие с ним. И с этой точки зрения, действительно, его можно считать одним из тех, кто является влиятельной фигурой вообще в системе российской власти. Мы достаточно часто являемся свидетелями подмены информации, затаивания информации, продвижения своей ничем не подтвержденной информации. Это, к слову, одно из немногих его публичных выступлений. И в нем он, собственно, и описывает свои обязанности на посту надзирателя телевидения. Обычно Громов старается оставаться в тени, не дает интервью, да и вообще не любит покидать Кремль. Он давно уже не выходит из кабинета и ничего о собственной стране не знает. При этом занимается идеологией, руководит ею. Обхохочется. Работает он там дольше любого другого чиновника. Целых 25 лет. Путин у нас не меняется, а все остальные чиновники. Но если уж совсем не уходит, то президент любит тасовать эту колоду. А вот эта колода, она все время меняется. Алексей Громов, он остается. Карьеру в Кремле Громов начал с должности главы пресс-службы Бориса Ельцина. После его отставки стал пресс-секретарем временно исполняющего обязанности президента Путина. И сохранил свою должность после его победы на выборах. Нам всем кажется, что если, не скрою, и мне иногда так кажется, что если навести твердый порядок с жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее. На самом деле эта комфортность очень быстро пройдет, потому что эта жесткая рука начнет нас очень быстро душить. Как известно, после президентских выборов 2000 года Кремле было принято решение подчинить себе главные медиаресурсы РФ. Громову было поручено заняться российским телевидением. Тогда там еще критиковали власть. И первой жертвой стала сатирическая программа «Куклы» на НТВ. В сортире мочить всех! Всех мочить в сортире! Неудобные шуточки в новой реальности стали просто недопустимы. Но куда больше Кремль раздражала независимая редакционная политика НТВ. Было сформулировано три требования телекомпании. Прекращение информационной темы коррупции в Кремле. Изменение информационной политики по Чеченской войне. И третьим пунктом – исчезновение из программы «Куклы», как было записано за главной буквы, первого лица. Руководство канала на ультиматум не согласилось. И уже через полгода его владельца, медиамагната Владимира Гусинского, арестовали. А НТВ перешел в собственность государственного «Газпрома». Дальше смертью храбрых пали ОРТ, ТВ6, ТВС, РЕН-ТВ. Громову достанется самый крупный медиахолдинг страны. Для внешнего влияния по инициативе Громова при его участии был создан телеканал «Раша Тудей» с целым рядом информационных придатков, которые должны были влиять уже во вне России. Вот таким образом была создана система путинской пропаганды, которая весьма эффективно работает на сегодняшний день. Заниматься рэкетом на телевидении Громову помогал другой влиятельный медийщик, министр печати Михаил Лесин. И они дружно обогащались за счет госбюджета. Лесин через свою кампанию продавал рекламу подконтрольным Громову телеканалом. Совпадение? Не думаю. Но потом случилось внезапное. Лесин впал в немилость Кремля. И чтобы укрыться от его гнева, в США якобы согласился сотрудничать с ФБР и дать показания вмешательстве России в американские выборы через главный рупор пропаганды за границей – канал «Раша Тудей». Но накануне допроса он внезапно умер при загадочных обстоятельствах. Причина смерти – тупая травма головы. На теле обнаружены также тупые травмы шеи, туловища, верхних и нижних конечностей. К тому моменту Алексей Громов уже был первым замруководителем администрации президента и сумел избежать опалы. Именно после смерти Лесина в кукольном театре под названием «Российское телевидение» остался один-единственный – Карабас-Барабас. Алексей Громов, который запретил говорить правду. Разные источники отмечают, что он может напрямую звонить руководителям федеральных телеканалов, как бы давать указания. Отныне что рассказывать, а о чем молчать, решал только он. Так, например, по мнению Громова, холопам незачем было знать о расстреле студентов в Политехническом колледже в оккупированной Керчи. У нас полдня об этом на каналах не было ничего. А когда в новостях все же появились кадры стрельбы… Комментировать это невозможно. Громов в ярости звонил на все каналы с требованием убрать это безобразие из эфира. Ведь это портит сказку о счастливом Крыме, вернувшемся в родную гавань. Точно так же не нужно отравлять вольнодумством зрителей Киселев ТВ новостями о митингах против коррупции. В день, когда по всей стране на улицы вышли десятки тысяч людей, на федеральных каналах была тишина. А в это же время интернет бурлил жуткими кадрами разгона демонстрантов. Он вообще не интересуется техническими новинками. Он ходит со старым кнопочным телефоном. А он активный игрок на рынке телеграм-канал. При этом сам он этим всем не пользуется. Даже преданные фанаты Скобеева и Соловьева заподозрили. Им что-то не договаривают. О протестах пришлось все же рассказать. В своей обычной манере. Видели все, что произошло на Украине? Они кричали, что они борются с коррупцией. Получили бешеный коррумпированный режим и море крови. А чтобы такие промахи случались как можно реже, руководители госканалов и пресс-служб всех силовых ведомств и МИДа еженедельно собирают на летучке. Громов обсуждает на ней график президента и дает прямые указания, как и что освещать. На ту или иную новость могут просто наложить запрет. Участники этих сборищ, не скрывая, называют кабинет, где проходят собрания, филиалом Министерства пропаганды. Расскажите нам что-нибудь после этого отцена. Если в РФ готовятся к важному, то в регионе, где оно произойдет, исчезают плохие новости. Так было, например, перед чемпионатом мира по футболу. Мы все последние годы не могли знать на самом деле правду о том, допускаются ли какие-то нарушения при строительстве на стадионах. При подготовке чемпионата мира, когда вообще-то тратятся гигантские государственные средства. А телеведущая Еленя Летучей, которая вела на первом канале шоу «Летучий отряд» и делала вид, что борется с чиновничьим беспределом в РФ. Почему через суд жители села должны вас обязывать устанавливать окна? Запретили снимать программу в Ярославле, где проходили выборы губернатора. А главным кандидатом был бывший охранник Путина. Еще одна важная задача Громова и его медийной армии – прикрывать и даже исправлять ошибки, которые то и дело допускает российская власть. Вот Громов сумел показать, что он может выполнять грязную работу и может выстраивать эффективную систему, которая может работать в интересах главного российского начальника. Так было с журналистом Иваном Голуновым. Напомним, ему подбросили наркотики и обвинили в их сбыте. Дело было так явно сфабриковано, что тысячи людей вышли на митинги против полицейского беспредела. Все это случилось накануне Дня России. Понимая, что праздник будет омрачен массовыми протестами, а доблестные в кавычках силовики в очередной раз облажались, в Кремле решили отпустить журналиста. Объяснять, почему невиновного человека бросили в тюрьму без доказательств, поручили верным солдатам Громова. И в защиту Ивана выступил журналистский цех, доказывая, что он занимается расследованием, и ему поступали угрозы. После освобождения Голунова другая жрица пропаганды Маргарита Симоньян прямо говорила к Олегам. Если бы Громов лично не вмешался, Ивана бы посадили. Куда охотнее Алексей Громов помогает своим друзьям-олигархам. Помните, как эскортница Настя Рыбка в своей методичке по соблазнению олигарха проболталась о тайных встречах Олега Дерипаски с тогдашним заместителем председателя правительства Сергеем Приходько на частной яхте? Олигарх оплачивает весь этот праздник, включая девушек из эскорт-агентств. Это, не поверите, тоже взятка. Секретные переговоры олигарха и чиновника высшего ранга вызвали большой ажиотаж в СМИ. Но на федеральных каналах о скандале велели молчать. Ведь Дерипаска – бизнес-партнер жены и старшего сына Громова. С последним он владеет заводом по производству автомобильных дисков. Младший же сын Громова близок с Романом Абрамовичем. Имел долю в компании по вывозу мусора. А после продал ее другому партнеру-олигарха. Молодой человек, там миллионеров практически в одночасье. В тени, без лишнего шума, без паблисити, да. Ну, он сгребает как бы под себя и власть, влияние, и деньги. Вот так работает путинская лига. От этой продажи сын Громова мог получить более 700 миллионов рублей. И хотя Громов всю жизнь работал на госслужбе, он является одним из богатейших чиновников РФ. Он занимает целый этаж в самом центре Москвы, где стоимость квартиры исчисляется там сотнями миллионов рублей. То есть это зарплаты Громова за десятки лет. Журналисты издания проекта публиковали расследование о вмешательстве Громова в работу телевидения, его связях с олигархами и незаконном обогащении. Началась ли после этого какая-то проверка? Хотя бы случился какой-то публичный скандал? Ну, конечно же, нет. Ведь Громов очень нужный этой власти человек. Именно благодаря ему российский зритель никогда не узнает, почему живет за чертой бедности. Украинцы на оккупированном Донбассе и в Крыму в сотый раз послушают страшилки о мифических карателях. Я вижу и слышу, что они врут. Но даже к этому я отношусь абсолютно спокойно. А пропагандисты с Киселев ТВ смогут и дальше учить россиян, как родину любить, и при этом отдыхать на европейских курортах, жить на роскошных виллах и ездить на элитных автомобилях. Благодарю вас за созидательный труд, за искреннюю любовь к своему делу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На выхода и свято на святах. Уклон, твий рух, твои правила. Еще один год российской оккупации Крыма подходит к своей финишной прямой. Самое время подвести итоги и показать вам, как изменилась жизнь полуострова за этот год и насколько сильно Россия увеличила свое присутствие и влияние на аннексированном полуострове. Никогда в жизни я не думала, что я доживу до такого времени. Наш манают на входе, нам нельзя туда, нам нельзя сюда. В наших следующих программах мы покажем традиционный рейтинг самых влиятельных людей в оккупированном Крыму в 2021 году. Крым будет развиваться в совершенно другом уровне. Мы покажем, кто по-настоящему управляет полуостровом на камеры, а кто дергает за ниточки из-за кулис. Нам насаждают электронные концлагеря имени Грефа Терес Бербанка. Мы раскроем вам лица тех, кто способствует варварскому уничтожению Крыма. Лица якобы преуспевающих коллаборантов и влиятельных россиян, которые пока еще держатся на плаву и думают, что будут наживаться на аннексии вечно. Эта ситуация изменению не подлежит. Но перед этим продемонстрируем топ неудачников 2021 года. Топ предателей Украины, которые больше семи лет думали, что они, перейдя на сторону врага, обеспечат себе высокий статус и безбедное существование. А в итоге получили от матушки России заслуженное наказание. Бывшему мэру Евпатории Андрею Филонову ужесточили приговор, увеличив срок заключения почти в два раза. Этот год выдался по-особенному жарким для многих псевдочиновников в Крыму, которые в 2014-м изменили родине и присягнули на верность врагу. А теперь пожинают плоды своих преступных действий. В Украине произошел антиконституционный переворот и вооруженный захват власти. И начнем с одного из самых идиозных, самых ярких борцов за русский мир в Крыму. В РФ ее называют символом крымской весны. Встречайте, Наталья Поклонская. Скажу без лишней скромности, что русский Крым и Севастополь, вся необъятная, огромная Россия, все мы испытываем такую гордость за нашего президента, который завидует в других странах. 2021 год стал для предательницы Украины поистине неожиданным. Из депутатского кресла в Москве Поклонскую вдруг резко отправили буквально на край земли, а точнее работать послом РФ в одной из самых неблагополучных стран Африки и мира – Кабо-Верде. До 2007 года Кабо-Верде была в списке стран четвертого мира, то есть даже не третьего. В стране проблемы с питьевой водой, работой, дорогами. На большей части островов нет интернета. Да уж, действительно, ради такого райского места можно и родину продать. И если в колониальный период Кабо-Верде был крупнейшим перевалочным пунктом для работорговли, то теперь он рискует стать таковым для наркоторговцев. Эксперты считают, что высылка Поклонской в Кабо-Верде вполне может быть следствием ее довольно вызывающего поведения в Госдуме. Коллаборантка инициировала законопроекты по противодействию коррупции, выступила против застройки южного берега Крыма и голосовала против скандальной пенсионной реформы. За нарушение партийной дисциплины ей объявили бойкот, отобрали комиссию по контролю за доходами депутатов, а глава думской фракции Сергей Неверов предложил Поклонской подумать о сдаче мандата. Новость об отправке прокурора Няшмяш в Кабо-Верде, естественно, очень позабавила интернет-пользователей. А вот сама Поклонская откровенно грустным голосом заявила, что очень рада новой должности, мол, она всегда мечтала работать дипломатом. Для меня это назначение вообще является долгожданным, является большой честью и ответственностью перед страной. Я не исчезаю, не пропадаю. Можно ли считать перевод на такую должность повышением и подъемом по карьерной лестнице? Непонятно. Пианино я не смогу повезти с собой в Кабо-Верде, а гитара поедет со мной, красоткой. Большим вопросом также является, чьи вообще интересы Поклонская будет представлять в далекой Кабо-Верде. По данным на начало 2020-го, всего в республике проживали менее 60 российских граждан. А пока Поклонская остается только вспоминать Украину. Дорогие друзья, в этой книге собраны мои воспоминания о работе в Генеральной прокуратуре Украины. Это очень хороший период в моей жизни. И цитировать Кузьму Скрябина. А вот еще один предатель Украины Константин Ерманов Наверняка с удовольствием бы согласился на должность посла в Кабо-Верде. Ведь матушка Россия, которой он всеми силами помогал оккупировать украинский Крым, в итоге вообще его оставила с носом. Я тот самый депутат, которого сегодня решили мандат. В 2014 году Ерманов открыто радовался захвату Крыма. Очень боялся проклятых киевских бандеровцев. Константин Ерманов был в Керченском народном ополчении с первого дня организации самообороны города. Он один из тех керчан, которые сняли с флагштока государственный флаг Украины, заменив его на флаг России. За свои труды перед Кремлем коллаборант Ерманов после псевдореферендума получил возможность работать депутатом в городском совете Керчи. Но, видимо, предатель Украины что-то не поделился с Аксеновым и начал активно критиковать недовласть в Крыму. Что касается Сергея Валерьевича Аксенова, он подписал контракт на прокладку газовой трубы через Керченский пролив. И через 2-3 дня гендиректор этой фирмы переписал свою личную квартиру на тещу Сергея Валерьевича Аксенова. Конечно же, у обиженного недогероя Крымской весны не получилось вернуть свою должность. Но, будем откровенными, его ситуация оказалась еще не настолько плачевной, в отличие от коллег по предательскому цеху. Бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, который едва не сел в кресло депутата Госдумы, теперь может сесть надолго в места не столь отдаленные. Этой осенью всей горечи русского мира отведал еще один крымский коллаборант и по совместительству так называемый вице-премьер Крыма Евгений Кабанов. То государственное обвинение инкриминирует бывшему чиновнику статью 159, часть 4, хищение в особо крупных размерах. И все очень закономерно. Помимо скандальных строек на полуострове, Кабанов с 2018 года контролировал выполнение федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя, на которую из Москвы регулярно выделяются колоссальные деньги. Потенциальных нарушений, которые могли стать основанием для задержания Кабанова, столько, что можно лишь гадать, какие эпизоды лягут в основу уголовного дела. На это самое ФЦП подняли огромное состояние Ротенберги, Ковальчуки и прочие персонажи. Ну а отвечать за все придется Евгению Кабанову. Знакомьтесь, так называемая глава оккупационного горсовета Евпатории Олеся Харитоненко. Такое она вот эти эмоции, которые заполняли тогда всех нас, переполняли. У меня было 2 комиссии. Причем люди были готовы работать на безоплатной основе. Абсолютно пришли и говорили, мы готовы провести референдум. Что-то похожее она говорила все годы оккупации. Но жизнь приспособленки неожиданно изменилась, когда россияне начали в октябре этого года проводить проверки и обыски у предательницы Украины Харитоненко. В октябре Олеся Харитоненко попала под подозрение в злоупотреблении должностными полномочиями. Коллаборантку до выяснения обстоятельств отстранили от поста председателя городского совета Евпатории. А чуть позже сам Путин своим указом исключил Харитоненко из состава госсовета РФ. Вот она какая российская благодарность за преданность. Спасибо вам за это. Радовался аннексии и даже помогал проводить незаконный референдум в Крыму и так называемый депутат оккупационного горсовета Ялты Юрий Ломенко. И знаете, что его настигло в итоге? Да-да, коллаборант стал очередной жертвой и козлом отпущения в кремлевских планах. Сейчас экс-депутат Ялтинского городского парламента Юрий Ломенко арестован на два месяца. Похоже, предателю родины Ломенко по сравнению с другими повезло меньше всего. Окупанты обвинили коллаборанта в государственной измене. Он явно не ожидал визита оперативников ФСБ. Чиновника подозревают в совершении тяжкого преступления – государственной измене. В самом ФСБ РФ утверждают, что Ломенко якобы шпионил на полуострове в интересах спецслужб Украины. И вот эти аресты, которые сейчас происходят, это отражение бизнес-борьбы. Борьбы за передел Крыма между разными группировками, между старыми, сугубо крымскими и новыми теми, кто пришел в Крым. Многие не верят в его вину, так как псевдочиновник с 2014 года открыто и активно поддерживал российский режим на полуострове. Дорогие друзья, я вас призываю прийти на всенародное голосование в поддержку референдума, потому что такого шанса, который нам сегодня доверил президент, у нас больше не будет. Но теперь пророссийские взгляды предателя Украины, скорее всего, поменяются. Ведь за статью «Госизмена» коллаборанту светит до 20 лет лишения свободы. И завершим наш топ коллаборантов-неудачников одиозным псевдоминистром культуры Ариной Новосельской. И самый главный год – воссоединение республики Крым с Россией. А я нашла фотографию, где президент играет на рояле. Она мне особенно дорога. Как мост крыльский, если можно так сказать, который соединяет матушку Россию с историческим ее сердцем, с Крымом. Ей теперь тоже грозит внушительный срок тюремного заключения. Ее подозревают в получении взятки в 25 миллионов рублей за покровительство представительства Крымского государственного центра детского театрального искусства. Кроме того, что Новосельская, как и все герои нашего сегодняшнего сюжета, в 2014 году без зазрения совести присягнула на верность оккупанту. Мы счастливы, что мы воссоединились с Россией. А еще недоминистр культуры отличилась не менее яркими и, главное, совсем некультурными высказываниями на заседании псевдоправительства Крыма. Осенью заключили контракт, опять ей не успели, коллеги. Вы поставили, как обезьяне. Арина Вадимовна, успокойтесь, вы чего там? Что вообще, что ли? Коллеги, ну это что такое? В ноябре Новосельскую арестовали по обвинению в получении особо крупной взятки. И теперь Приспособленко может на долгие годы загреметь в тюрьму. В случае, если вина Арины Новосельской будет доказана, ей грозит до 15 лет колонии строгого режима. Мы счастливы, что мы воссоединились с Россией. А ведь им казалось, что присягнув на верность врагу, власть и влияние на полуострове будут у них вечно. Но предателей никто не любит. Россия тоже абсолютно безразлична к стараниям коллаборантов. И поэтому регулярно вознаграждает по достоинству своих недогероев. Ведь предав один раз, они легко предадут снова. Стоит только предложить побольше. Уже которую неделю подряд Украина остается в центре внимания топовых мировых СМИ. Правда, повод по-прежнему малоприятный. Ведь об Украине вспоминают как в ЕС, так и с океаном, в основном в контексте грандиозной войны, которая может начаться в центре Европы. Мы очень четко заявили, что стурбованы планами России о том, что обновлено агрессии против Украины. Если Москва решит продолжить конфронтацию, это будет серьезные последствия. В этом плане олимпийское спокойствие многих украинцев вызывает как минимум недоумение. Ведь ситуация сейчас в корне отличается от того, что было и 2, и 3, и 7 лет назад. Ведь речь идет, во-первых, о космических деньгах, а во-вторых, о ядерном противостоянии России и НАТО. Развертывание сил НАТО в непосредственной близости от стратегически важных для нашей безопасности районов категорически неприемлемо. Кремле очень боятся, что в ответ за Донбасс и Крым официальный Киев согласится на размещение тактических ракет Североатлантического альянса на своей территории. Подлетное время от Харькова, скажем, и от, не знаю, Днепропетровской до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7-10 минут. И судя по истерикам в Кремле, Москва готова на любую провокацию, лишь бы создать безопасную для себя буферную зону. С начала года у нас будут на вооружении уже новая ракета морского базирования, гиперзвуковая, 9 МАХов. Подлетное время будет до тех, кто отдает приказы, тоже 5 минут. О буферной зоне мы, кстати, не ради красного словца говорим. Этот сценарий прямо обсуждают на российских ток-шоу. Мы будем беречь нашу буферную зону, а вот как далеко она будет простираться. Ведь даже если непосредственно в Украине и не будет натовских ядерных ракет, то после отказа Германии они почти наверняка будут в Польше. Польша один из наиболее очевидных кандидатов для размещения ядерного оружия из США. И снова-таки для Москвы это очень серьезный вопрос. Настолько серьезный, что они устами ручного усача даже предложили разместить уже российское ядерное оружие на территории Белоруссии. Тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Белоруссию. Какое ядерное оружие? Мы договоримся, какое. Ну понятно, что этого мало. А значит нужно сделать так, чтобы не допустить ракеты в Польше. Ну а поскольку голоса в Североатлантическом альянсе у Кремля нет, единственное, что им остается, искать элементы давления на НАТО. Россия сегодня занимает правильную позицию. Мы не суетимся. Нас обвиняют. Мы ухмыляемся. Запад держим в напряжении. Пусть подергаются относительно наших планов. Так, чтобы на случай переговоров иметь козырь в рукаве. И у нас даже нет сомнений, что обострение бы уже началось. Но в этой игре и у стран Запада есть серьезный козырь. В случае нападения России на Украину правительство Германии должно немедленно свернуть в проект «Северный поток-2». Такое мнение высказал председатель фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер. Да-да, вы все верно поняли. В какой-то мере типа мастер многоходовок угодил, что называется, в ЦУК-ЦВАНГ, где любой последующий шаг становится болезненным. Ведь как-то обострять Кремлю надо. Но и «Северный поток» – мега важный для России проект. Если Путин пустит в подоружие, то газопроводу «Северный поток-2» – конец, заявил евродепутат. А потому есть мнение, что в Москве и сами сейчас не знают, как правильно из этого всего выпутываться. Но делать же что-то надо. Вот и пошли ребятки в наступление. Правда, пока на информационном фронте. Вам присылают 600 человек британцев в виде, как я понимаю, заградотряда, который будет вас загонять на эту войну. И вот уже бабушки из отрядов Путина в Краснодаре не успевают бегать в аптеку за валидолом. То Украина на Ордло якобы нападать хочет. Киев готовится либо к большой войне, либо к серьезной провокации в отношении Донбасса и России. То, видимо, чтобы не мелочиться прямо на Россию. Данные о перемещении украинских войск к границе с Россией и усилении там украинской военной группировки подтвердились уже давно, заявил глава МИД Сергей Лавров. Правда, темники в русском мире меняются настолько быстро и непоследовательно, что адепты секты Путин в виде войска чуть ли не каждый день перечат себе же. Не успел, например, Пушилин еще помощи России и Белоруссии попросить? Я не исключаю, что мы будем обращаться в адрес России, может быть, в адрес Белоруссии. Посмотрим и будем действовать по ситуации. А Захарова посчитать украинских военных возле линии разграничения? Вооруженные силы Украины наращивают военную силу, стягивают тяжелую технику, личный состав. По некоторым данным, численность группировки войск Украины в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек. А это, если кто не знает, половина всего состава вооруженных сил Украины, сказала Захарова. Как из небытия неожиданно вышли видные деятели уже ЛНРи. Просто послушайте, что они говорят. ЛНР не видит признаков подготовки Украины и наступления в Донбассе. Глава МИД ЛНР считает, что власти Украины пытаются убедить жителей Донбасса в серьезности своих намерений и пытаются скрыть внутренние проблемы. В смысле фейк? Что значит, Украина нападать не собирается? Мы ж ровно только что слышали обратное. Киев готовится либо к большой войне, либо к серьезной провокации в отношении Донбасса и России. С другой стороны, есть скромное мнение, что каша в голове у зрителей и в Ордло, и в России уже такая, что люди и не замечают особо противоречий. И тут все просто. Если человек годами сидит в состоянии панической атаки, ему уж точно пофигу на качество контента. И пропагандисты этим пользуются. Серию терактов на территории российских городов предотвратили сотрудники ФСБ. Они задержали агентов украинских спецслужб, среди которых отец и сын, работавшие на СБУ, и диверсант, переброшенный через границу главным управлением разведки Минобороны Украины. За 8 лет войны, правда, ни одного теракта не было. Но вы верьте, укрдиверсанты есть. Они вон даже детей науськивают, чтобы те убийства совершали. О задержании подростка, который планировал вооруженное нападение на учебное заведение в столице Татарстана, сообщили сегодня в ФСБ. Его имя не разглашается, зато известно, как зовут его куратора. Некий Ярослав Овсюк живет на Украине. И оттуда, через популярный мессенджер, призывал жителей Казани к массовому убийству. И люди в России смотрят и начинают закипать от злости. А из телевизора в этот костер только и делают, что подбрасывают дровишки. Мол, конечно, украинцы в России теракты устроить хотят. Они же там все фашисты и чисто звери. Посмотрите, вот как эти каратели безоружных мигрантов расстреляли. ВС открывает огонь не только по жителям Донбасса, но и по мигрантам из Беларуси. Люди бросаются в рассыпную, а затем эти самые якобы пограничники появляются в кадре и продолжают стрельбу. Их еще не остывшие тела военнослужащие ВСУ сбрасывали в Днепр. Чтобы вы понимали уровень, этот жалкий фейк, снятый одним пальцем криворукими пропагандистами из Ордло, пару дней обсасывали на российских федеральных каналах. В украинской армии выросли десятки тысяч убийц, которым разрешали убивать без права, без закона, без всего. И они поступили так, как поступили. Они расстреляли безоружных людей. И врали о том, что Госпогранслужба даже якобы удалила текст с подтверждением расстрела. Называется «Интернет все помнит». Вот когда в кэше сохранилось, это очень важно, значит информацию на сайт выкладывали не хакеры, не какие-то провокации, а выкладывали администраторы, администраторы, официально на сайт. И все при том, что даже на канале пропагандиста Соловьева сразу признали. Расстрел беженцев якобы в Украине – это творчество российских воинов информационного фронта. Я не удивлюсь, если какие-то добрые люди, занимающиеся информационной войной с нашей стороны, это видео вбросили. А делается это все с простой целью – максимально расчеловечить украинцев. История некрасивая и страшно невыгодная самой Украине. Нам это выгодно для очередного, извини за термин, расчеловечивания Украины. Запомните эти слова, друзья. В них кроется ответ на вопрос, почему российские каналы с утра до ночи говорят об Украине, будто бы у них нет собственных проблем. Напоминается фраза из одного сериала американского – «Жечь дотла», но потому что невозможно уже это все смотреть. Не бойтесь танков, украинцы. Я имею в виду украинские власти. Если уничтожим мы вас совершенно иным способом. И люди сидят и реально вместе с Искобеевой мечтают, когда же Украине будет хана. Не дай бог начнись российско-украинская война, вам, Украине, хана. А хорошо бы, как в здоровом обществе, например, о благополучии своей семьи мечтать. Новых школах, больницах, чистых дворах, развитии инфраструктуры городов. Но нет, это сложно. Другое дело 8 лет обсасывать каждый день Украину. Лепить мир из черного и белого, где Украину, оказывается, не только беженцев расстреливают, но и по мирным жителям специально стреляют. Когда для одной из сторон гражданское население осознанно, да, стратегически становится объектом применения силы. Другое дело славные и милые боевики Ордло. Не зря же их батя Пушилин на этой неделе вместо билета на концерт Кобзона партбилет в Единую Россию получил. Официальное приглашение лидера нашего государства на съезд правящей партии России можно смело назвать важным шагом еще и к политическому признанию. Ведь новороссы на российских каналах ангелоподобные ребятки. Вон Пегов прямо говорит, что по мирным жителям они никогда не стреляли. Те командиры, с которыми я общался, это Александр Владимирович Захарченко, это и Моторолы, и Гиви, у них никогда в жизни не было ни приказа, ни желания стрелять по мирным людям. Ну да, конечно, не стреляли. Вот тут, например, упомянутый Моторолы особенно не стрелял. И детей они в спину не расстреливали. У него была в рюкзаке ленточка желто-голубая, но это оказалось преступлением. Руки за спиной были связаны скотчем, на голове футболка, пять выстрелов. И украинские поселки типа Песок под ноль сами по себе разрушились. Но что показательно, ни по одному из этих преступлений, как и по тысячам других, Следственный комитет РФ не открыл уголовные дела. Их можно понять, ведь если показывать правду, пелена ненависти очень быстро спадет. И страна в 140 миллионов весьма вероятно наконец-то обратит внимание на свои проблемы. Вот чего допустить Кремлю никак нельзя. Ведь пока огромный народ живет чужой жизнью, их караван. Идет. Добрый вечер. Підсумок подій дня. Дивіться у Фактах. Звісно, головной темой дня сегодняшнего были переговоры между президентами США и Россией. Стежили за ними в усьом свете.